Проверка по факту противоречивой ситуации в самом разгаре. С центральной улицы Иркутска эвакуатор увез машину, в которой был маленький ребенок. Из-за чего это произошло и кто все-таки виновен в случившемся? Об этом Лада Рыбакова. Припарковать свой автомобиль у бордюра, зайти на 5 минут в супермаркет и выйдя не обнаружить авто на месте. Шок для любого автовладельца. Именно такая история произошла с одной из Иркутянок. Женщина почти бегом вернулась в магазин. Засыпала вопросами сотрудников. Боялась, что машину угнали. Женщина волновалась. Она не кричала, начали суетиться. Пошли к нам, показали видео, что подъехал эвакуатор и забрал машину. В машине оказался ребенок. Точнее девочка 7 лет. Выбраться она не могла. Авто было заглушено, двери заблокированы. Что ребенок испытывал в момент погрузки и последующей поездки на штрафстоянку, неизвестно. Предстоит выяснить силовикам и степень вины всех участников этой истории. Например, убедился ли их коллега из ГИБДД, что в салоне никого нет. При выявлении нарушения сотрудник осматривает автомобиль. Используется, также приглашаются либо понятые, либо используются приборы фото-видео фиксации. После осмотра автомобиля составляется протокол задержания транспортного средства. После чего он передается сотрудник компании, который занимается эвакуацией транспорта. Никто из бригады не рассмотрел ребенка с затонированными стеклами. На штрафстоянке машину не довезли. Звонок в полицию спас девочку от возможного переохлаждения. Незадачливую мать уже оштрафовали за неправильную парковку. Машина стояла на остановке общественного транспорта. Теперь один из главных вопросов в правах не водительских, а родительских. Женщина оставила девочку в опасности. За это есть уголовная статья. Примеров ее применения так много, что в России даже создали специальный сайт для пап и мам, чтобы уберечь детей от травмы гибели. Если с ребенком ничего не произошло, то все равно могут оштрафовать. Не по уголовному, а по административному кодексу. Не знаю, будет ли вынесено решение по матери, по привлечению ее к ответственности. На мой взгляд, она этого не заслуживает. Но родитель должен понимать, что что бы ни произошло, это потом будет страх, боли и на всю жизнь. И шок такой же. Опасность последствий этой истории эксперты еще не оценили. Проверка продолжается. Учитывая количество потраченных нервов и времени, участники этой истории себя уже наказали. Лада Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.